Котел Вайланд Итак, начнем с панели управления котла Это стандартная панель управления котла Вайланд В некоторых источниках, конечно, присутствует еще дополнительный дисплей Он устанавливается здесь Это программатор Это доп. опция, которая оплачивается отдельно Ручка включения и выключения котла Вот она Манометр Манометр без, скажем так, точных маркировок Если вдруг нужно знать точное давление, это дублируется на дисплее котла Две ручки установки температуры Установка температуры режима отопления Установка температуры горячего водоснабжения Режима ГВС Также присутствуют кнопки Кнопка сброса ошибки То бишь снятия блокировки Кнопки Плюс-минус Служат для манипуляций В меню сервисном Ну и также в информационном меню Вызов информационного меню Происходит нажатием на кнопку И На дисплее отображается температура Три светодиода Первый светодиод красного цвета Загорается, если с котлом произошла какая-то неисправность Он индицирует неисправность кодом на дисплее И светом светодиода Второй светодиод желтого цвета Означает наличие пламени в котле То бишь индицируется именно контроль пламени Третий светодиод зеленый Означает включение режима горячего водоснабжения Сейчас мы снимем лицевую панель котла Ее снятие происходит путем откручивания Двух саморезов нижней части котла Снимается панель очень легко Я бы сказал, ну, наверное, один из простейших в этом плане котлов Вот она панелька Передняя, задняя часть Также мы снимем крышку камеры сгорания Чтобы увидеть полностью все узлы и детали котла И теперь он полностью открыт Теперь снимаем крышку камеры сгорания Она крепится также на двух саморезах Теперь мы можем видеть полностью открытый котел Камера сгорания Панель управления, за которой скрыты как раз основные узлы и агрегаты Панель управления откидывается простым движением руки Ну и также систему принудительного дымоудаления То бишь сам вентилятор и пресс-остат Сейчас я более подробно приближу И расскажу сначала о нижней части котла О его узлах И после уже пойдем выше, выше и выше Ну и наверное первый узел, скажем так, который бросается в глаза Это насос Насос здесь установлен вайлант Если посмотреть внимательнее Видна его полностью маркировка, расшифровка Скажем так, это насос фирмы Вилла На нем регулируются две скорости Первая и вторая Переключатель красный Вот здесь у нас установлен Рядом с насосом, точнее левее Присутствует трехходовой клапан Который отвечает за переключение режима горячее водоснабжение и отопление Также идем дальше Влево Это датчик протока системы ГВС Та деталь, которая контролирует Пошел ли расход горячего водоснабжения Следующее, что мы видим Вот здесь за проводами спрятан Это датчик минимального давления воды Но и также это именно датчик давления воды Это электронный датчик, который выводит нам на дисплей информацию О давлении воды в системе отопления И газовый клапан Газовый клапан здесь Honeywell Или, как некоторые говорят, Honeywell Очень хороший газовый клапан По центру мы видим пластинчатый теплообменник Именно в нем происходит подготовка горячего водоснабжения Также мы видим датчик температуры Установленный на патрубке подающего водопровода Выше у нас находится камера сгорания Где мы видим свечи розжига и ионизации Свечи розжига Вот данные свечи, между которыми проскакивает дуга За счет этого происходит розжиг, скажем так, пламени в нашей камере сгорания Ну и свеча и ионизации Это именно свеча контроля пламени Которая контролирует наличие пламени в камере сгорания Сейчас мы переместимся еще выше И посмотрим на наш вентилятор Это вентилятор, предназначенный для принудительного дымоудаления За его работой Его работу контролирует пневмореле Вот это именно серая деталь Которая здесь установлена То бишь при создании разрежения в системе дымоудаления Контакты в этом реле замыкаются И, скажем так, котел видит то, что именно вентилятор работает на все 100% Ну или наоборот, контакты не замыкаются И тогда уже электроника котла отключается и уходит в ошибку Также мы видим медный первичный теплообменник Качество сборки котла Я бы оценил по 5-бальной системе, наверное, на 5 с плюсом Очень хороший, надежный котел Ну, сейчас хотелось бы, конечно, еще показать электронику Ну и, конечно, хотелось бы рассказать об электронике котла О его мозгах Ну, хотя бы, чтобы вы увидели, что же управляет данным оборудованием Электроника, как некоторые говорят, материнская плата Ну, а вообще, это, в принципе, электронная плата котла Скрываются под заданной крышкой Снимается она легко Она на нескольких защелках Так, отложим ее Вот наша плата Ну, здесь я много рассказывать не буду Здесь, в принципе, что именно нужное для нас Мы можем увидеть Это подключение всей периферии Разъемчики И наличие трансформатора розжига Который как раз подает розжиг на свечи розжига Или электроды розжига Что еще хотелось бы сказать Пневмореле, о котором я рассказывал Датчики температурные Ну, скажем, все это Относится к группе безопасности Или к автоматике безопасности котла А также у котла присутствует еще датчик Извините за ошибку Не датчик Это предохранительно-сбросной клапан При превышении давления в системе Скажем так, более трех атмосфер Датчик, извиняюсь, опять датчик Клапан открывается И производит сброс теплоносителя в атмосферу Вот он, он здесь у нас красный Возле насоса установлен Также я еще не сказал о кране подпитки Кран подпитки оснащен пластиковой ручкой Которая идет в комплекте с котлом Она просто находится отдельно В паспорте вложена Ну, сейчас снимем полный план Нашего разобранного, так сказать, котла Ну, я думаю, будем на этом прощаться Скажем так, вот он наш котел Наша жертва на сегодня Видео мы снимали в магазине Миргаза Меня зовут Михаил Скажем так, небольшая рекламка магазина Сегодня я рассказал о котле Вайланд О его основных узлах Видео мы сняли в магазине Миргаза Если у вас есть какие-то вопросы Пишите в комментариях А так ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Пока, конечно, на нем не так много видео, как хотелось Но будем стараться Будем выкладывать их почаще Пишите в комментариях На какую тему вы бы хотели увидеть Следующее видео Ну, скажем так, что в моих силах буду делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!